АЛЕНА БОРДОВСКАЯ Киряков, больше известный как Сандро Киряк. Добрый день, господа. Давайте для начала, я думаю, покажем тем, кто не видел, если такие есть еще, с чего все началось. Алена решила провести социальный эксперимент. Короче, я взяла с собой флаг Украины и попросила людей на улице прохожих сфотографировать меня с ним. Алена вышла на улицы крымских городов, это Симферополь, где люди, в принципе, достаточно активно. АЛЕНА, насколько я понял, они включились в ваш эксперимент, в принципе, фотографировали, хотя, безусловно, встречались и вот такие ситуации. АЛЕНА БОРДОВСКАЯ что-то не очень приятное, но то, что произошло со мной, это меня очень сильно расстроило. Алена, вы говорите, что не ожидали такой реакции. А чего ожидали? Начну с того, что как бы этот социальный эксперимент затеялся вообще, какая идея была. То есть два года назад мы снимали ролик с одним еще известным блогером в Крыму, где я на украинском языке спрашивала, подскажите, пожалуйста, где банкомат? То есть после чего мы это делали? После того, как, ну, мы знаем, в Украине большая пропаганда идет. И я тревел-блогер, можно сказать, Крыма. Я популяризирую Крым, и это моя личная идея, моя инициатива, потому что я люблю этот полуостров. Я хочу, чтобы было много туристов, потому что здесь действительно есть что посмотреть и есть что показать. Вот. И мы снимали такой ролик, где я на украинском спрашивала, подскажите, где банкомат, для того, чтобы показать, что в Украине есть пропаганда, где украинцам говорят, что в Крым ехать опасно, что за там маленькую ниточку в виде там сине-желтого цвета или на маленький флаг под рамой велосипеда вас могут избить. И что если вас там, вы узнаете, что вы украинец, то вас могут там неделю допрашивать, вести вопрос. Алло, но вы говорите о том, что никакого политического подтекста не было, да, в следующем ролике? Но флаг другого государства, это уже политика. Я согласна, но в этом случае флаг другого государства я позиционировала не как флаг государства, а как позиционировать себя, что я вот украинец, который хочет сфотографироваться на фоне достопримечательности с украинским флагом. То есть я не знаю украинский язык. То есть я, ну, то есть... А как же вы спрашивали тогда? Я выучила одну только фразу, скажите, будь ласка, где банкомат? Я его до сих пор помню, потому что вот это единственная фраза, которую я запомнила. Но тем не менее с украинским флагом выходите, да. Да, безусловно, это государственный символ, но я напомню, под этим флагом, господа, убивают людей на Донбассе, да. Под этим флагом пляшут националисты, да, с криками «хто наскадше, той москаль». Это, кстати, тоже фраза украинская, не знаю, стоит вам учить ее или нет, но с этим флагом, да, вот в стране с этим флагом жгут наши российские флаги. И, конечно, комментарии к видео были соответствующие. Я сейчас попрошу режиссера просто вывести на плазму, как люди реагировали, да. Уберите этот ролик. Не зли людей, не позорься. Досмотрел на четвертой минуты, выключил. Не ожидал такой провокации. Вот это я выбрал специально самые такие лайтовые, да, для того, чтобы вот не было каких-то оскорблений здесь. Люди возмущались. Ну, Ален, по факту вы ведь действительно сами позиционируете себя как тревел-блогера, да? А какое отношение тревел-блогер имеет к политике? Да, я хочу сказать, что я тревел-блогер, но иногда какие-то вопросы по Крыму, которые острые, которые я считаю, что можно решить. Ну, допустим, моими силами у меня есть ютуб-блог. Вот, то есть я хотела показать украинцам, что здесь в Крыму безопасно. Можно разворачивать украинские государственные символы. Нет, вот как раз-таки к этому я тоже... Сандро, ну вот ты весьма критична отнесся к ролике. Алена, секунду. Я хочу показать зрителям, что ты написал. Ну, хорошо. Да, еще одна плазма. Да, ты пишешь, что провокация была осознанная, кайпанула Алена Бордовская дерзко. И тут же блогеры, они такие блогеры, обязательно поговорю с ней об этом. Ну, собственно, у вас есть возможность поговорить, господа. Да, первое, что меня зацепило, вот просто сразу. А еще тем более меня это убедило сегодня, после того, как я просмотрел твой второй ролик. Я хочу начать с одного. Алена женщина, Алена мать, мы друзья, мы очень давно знакомы. Она бывала в судаке, мы сидели за одним столом, и мы общаемся очень давно. То есть человеческие отношения вполне нормальные, очень-очень товарищеские. Но вот в данном конкретном случае, ты знаешь, меня первое, что зацепило, вот просто-просто вышибло. Это момент с бахчисарайскими тетушками на рынке, вот в отношении Дня Казанской Божьей Матери. Это был День Народного Единства, государственный нынешний праздник, но в то же время это и в первую очередь это религиозный праздник, понимаешь? Это основа. И потом вдруг, то есть я не буду ставить параллели, я не буду ставить параллели, не буду привлекать там метафизику или что-то, где-то чего-то искать, какие-то конспирологические смыслы, но вдруг ты начинаешь второй ролик с того, что у тебя в данный момент болеет ребенок. Я не хочу продолжать эту тему по поводу болезни ребенка, но, понимаешь, ты говоришь, какая Казанская Божья Матерь, это День Народного Единства, и потом у меня болеет ребенок. Это фразы, вырванные из контекста, но взрослая женщина, ты вот просто по факту должна понимать. Меньше нраволучения, а больше твоего отношения к конкретной ситуации. Вот на твоей практике были такого рода случаи? Ты бы сфотографировал Алену? Во-первых, я бы не сфотографировал, и дальше меня она бы не пошла, если бы я увидел Алену с государственным символом конкретно Украины, здесь у нас конкретно в Крыму. Но это же не запрещено. Саш, мы взрослые люди, ты сам с этого начал, понимаешь? Вот каждый человек, взрослый, обязан предугадывать свои поступки, хотя бы подозревать. Нам не дано, конечно, предугадать, чем слово наше отзовется, но в тот же момент, праздник в Крыму, сейчас здесь, я об этом тоже написал, что я не удивился бы, если бы какой-нибудь гость из Донбасса надел тебе на голову урну в этот момент. Я бы не, вот просто бы не удивился. Может быть, даже мой комментарий очень жесткий и циничный был, а чего она ждала? Понимаешь? Вот в этой ситуации. Или, допустим, какой-нибудь другой человек мог бы повести себя совершенно неадекватно. Ты мать, у тебя ребенок. Ты человек, ты взрослый человек, ты женщина. Ты должна чувствовать, что все, что угодно может произойти в этот момент на улице, сейчас. Я вообще, я первое, что удивился, как правоохранительные органы, которые обязаны, наверное, по роду службы, находиться недалеко от Госсовета, от площади Ленина, от центральных прогулочных улиц, должны находиться, потому что подобное действие вполне любой человек может характеризовать как акцию, как одиночный пикет. Это был одиночный пикет, пикет по факту, по смыслу. Если бы я кричала «Слава Украине!» Нет, не важно, что ты кричала. Я просто просила сфотографироваться. Ты несла государственный символ другой страны. Здесь вопрос, наверное, не в том, что государственный символ другой страны. Я считаю, что именно украинский флаг. Все мы знаем отношения к кримчанам. И несколько лет тому, еще назад, сюда просто пруд пруди было украинских всевозможных блогеров-журналистов, которые приезжали, где-то там из-под полы достанут флаг, сфотографируются и вернутся обратно. Такое действительно было. Саша, никто не реагирует на автомобильные номера украинцев, когда они приезжают сюда к нам в гости. У них на автомобильных номерах есть флажки, никто не закрашивает и не заливает там каким-нибудь дерьмом. Эти номера нормально воспринимают. Продолжим насчет казанской божьей матери. Я этим летом и сейчас осенью, и даже вот недавно в крестных ходах видел украинцев, которые приезжают сюда к нам, и они посещают, допустим, наши святыни. Вполне нормально. Украинцы иконы привозят, понимаешь, с мощами. То есть люди приезжают. Это все вполне нормально. Общаются и говорят даже на украинском языке. Не в том плане, что даже говорят на украинском языке, а вполне нормально говорят на украинском языке. Я понимаю этот язык. Я знаю этот язык. У меня бабушка разговаривала на Суржике, она кубанская бабушка. Вполне нормально с украинскими краями. Алёна, да, вот у меня... Сандро, давай предоставим Алёне слово. У меня просто вопрос. Вы ведь преследовали какую-то цель, да, планируя этот социальный эксперимент? Да, ещё раз. Можно я начну? Цель... Просто я сейчас буду опять одно и то же практически говорить, потому что вопрос такой... Цель была показать украинцам, что в Украине... Там, знаете, в последнее время ещё были такие всякие провокационные статьи какие-то с телевидением. Просто я не знаю, может, вы не общаетесь с украинцами, а я общаюсь. Туристы приезжают вот с Украины и говорят, а мы 4 года хотели ехать и не ехали. Я говорю, почему вы не ехали? Потому что у нас говорят, что вот там бьют, что убивают и так далее и тому подобное. Недавно было тоже громкое какое-то дело по поводу того, что мужчина вывесил флаг Украины из балкона и его за это скинули оттуда. Хотя оказалось, что это фейк и абсолютная неправда, но никто это даже проверять не стал. То есть цель была показать, что украинец здесь, да, подозрительно относится, видно по людям. Да, это, ну, как бы, что многие отказывались фотографировать. Это нормальная ситуация. Алло, ну вот ваш ролик, давайте возьмём ваш ролик. Там из практически получаса, да, негативной реакции было не так уж много. Да, согласна. Но в то же время вы резюмируете, да, о том, что как бы не ожидали этой реакции. Я не ожидала сильно, да, такой реакции в Бахчисарае, потому что я думала, что в Бахчисарае будет, ну, как бы, спокойно всё. Ну, вот почему-то мне казалось, что бахчисарайцы как-то спокойно отнесутся, потому что у них есть свой крымско-татарский вроде бы флаг и вроде бы, ну, как бы, флаг Украины. Но никакого знака равно между флагом Украины и крымско-татарским флагом нет. Я знаю, я знаю, совершенно нет, абсолютно совершенно нет. Нет, ты это несколько раз, ты это несколько раз говоришь об этом в своих роликах, понимаешь, что типа вот с крымско-татарским можно, а с украинским нельзя. Как это так? Какой знак равно? Нет, просто я стояла в Бахчисарае, я поэтому так говорила. Я там же говорила, вот вы видели только что, я же с флагом США Америки могу стоять, то есть я разные флаги приводила. А почему не флаг там ЛГБТС? Почему ты не прошла с флагом Америки? Можно я скажу? Почему ты не прошла с британским флагом на груди, допустим? Ну, потому что моя цель была, что с Украины туристы могут ехать в Крым безопасно, что будет реакция, да, что может быть, если вы будете, это же вот флаг, это было гиперболизировано все. У тебя был роскошный ролик, вот дай я скажу хорошее слово тебе, у тебя был роскошный ролик с украинским парнем, когда вы проехали по Крымскому мосту, и потом поехали в Сочи туда вот. Только этот украинский парень не вернется в Украину больше. Дело не в этом, дело не в этом. Да, ну то есть тем самым ты провоцируешь украинских граждан современных, которые лояльно и очень хорошо, допустим, по-доброму относятся к Крыму, что они могут приехать, последовав твоему примеру, приехать в Крым, подойти к госсовету, развернуть флаг и сказать украинцы смотрите. Смотрите, потом была реакция, которая произошла в Бахчисарае, понимаете, и она говорит о том, что, ну, то есть смотрите, вы, украинцы, крымчане, к вам относятся нормально, то есть мы видели, да, реакция была, была положительная, была нейтральная и была отрицательная, когда мне говорили, мы не хотим фотографироваться. Но также была реакция, когда просто кто-то может взять тебя за руку и сказать, человек, ты делаешь неправильно, ты перебарщиваешь, вот здесь ты переигрываешь. Я удивляюсь, почему никто к тебе не подошел в этот момент на улице и это не сказал, что девушка... Смотрите, можно... Нет, но ведь эти женщины в Бахчисарае, они все-таки не начали вырывать флаг из рук вначале, да, все-таки пытались выяснить ваши цели. Пытались поговорить, да. Я прекрасно понимаю, что именно вот этот момент, вот с женщиной, с флагом, когда я говорила, задел всех. Ты пережала и переиграла, понимаешь? Совершенно верно. И еще я, знаете, что здесь хотела сказать? Я поняла одну вещь, то, что флаг, вполне возможно, что я его воспринимаю как флаг страны Украина. Понимаете, это мое... Ален, а вы как давно в Крыму проживаете? Можно я скажу, подождите, просто флаг как страны Украина, допустим, да. Я не смотрю новости, я не смотрю политические ток-шоу всякие, то есть у меня нет времени... Мы смотрим новости, и люди смотрят новости, люди смотрят политические ток-шоу, люди общаются... Да, смотрите это все, это я прекрасно понимаю. И большую, огромную ошибку я совершила, сейчас мы вот в прямом эфире. Конечно. Я вот сейчас в прямом эфире хочу извиниться, действительно искренне, действительно искренне извиниться перед ребятами, которые живут в ЛНР и ДНР, потому что для них флаг, для них флаг, и может быть, эти женщины, у них, может быть, были родственники ЛНР, ДНР, может быть, они как-то связаны, может, они ездят туда. Для таких людей этот флаг, это просто символ войны, это символ горя, это символ проблем, и вот это вот я поняла. У тебя есть друзья в Донецке и в Луганске? Ну, уже теперь, уже теперь, наверное, нет. Нет, 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 я говорю не о тех, с кем ты общаешься в социальных сетях. Нет, таких реальных людей нет. Живых людей, то есть ты сама там тоже не бывала? Я там не была, да. Я бывал там и в Донецке, и в Луганске. Да, и после того, как на меня полетело вот это вот все, я стала разбираться, я стала читать, и я поняла, что моя огромная ошибка, то, что я вначале, в самом, или вообще просто не сказала, что, друзья, действительно, этот флаг, он для многих людей несет негативный, очень негативный. Лена, а почему не вышиванку с венком, да? Я думаю, никто бы слова не сказал. Сандро, стал бы ты останавливать? Нет. Ну, я хотела именно вот гиперболизировать, чтобы было вот видно, что... Так вот и ответка такая прилетела, говоря простым дворовым языком с улицы. Ты понимаешь, что ты вынесла государственный символ страны, которая в данный момент совершенно честно и откровенно ведет гражданскую войну? Я более того скажу, в данный момент эта страна, Украина, она ведет информационную войну, просто информационную войну. Причем эта война идет с информационной атакой на свое же население. Промывка мозгов просто. И вот против этого я и хотела выступить. Но я, видать, это сказала так неправильно. Я еще раз повторяю, я хотела выступить, что украинцу в Крым ехать безопасно. Так они и так едут в Крым безопасно. Они не едут, они мне пишут, они боятся. Они боятся. Только те, кто здесь побывали, уже... Господа, Ален, вот вы вначале сказали о том, что, в принципе, после ролика вы уже сели и подумали. Ну, на мой взгляд, нужно было все-таки думать до ролика. Ведь сейчас украинские СМИ, они уже активно вашу историю популяризируют, да? Они рассказывают о том, что девочки, россиянки, живет в Крыму и даже енеры... Ну, все-таки скажу, о чем они не популяризируют эту историю. Я вам покажу уже после эфира. Хорошо, да. То, что произошло на самом деле, почему они не популяризируют эту историю? Потому что я проходилась мимо полиции, мимо военных, мимо Росгвардии, да? И абсолютно совершенно спокойно. Все мы знаем, как украинские СМИ могут вырывать фразы из контекста. Для них это как бы неприемлемо. Им нужна реакция обратная. Им нужно, чтобы меня взяли под белые ручки, повели в подвал и допрашивали. Так это и будет как раз провокация. Скажу сразу, что от правительства, допустим, может кто-то думает, что я сейчас извиняюсь, потому что меня запугали или еще что-нибудь такое, что мне там позвонили. На самом деле никаких там, никаких звонков. Алена, давайте смоделируем ситуацию. У меня вопрос. Вы стоите в банке, да? Захожу туда я в маске, и у меня в руках автомат. Он игрушечный. Как считаете, я настоящий бандит или нет? Да у вас не будет даже возможности подумать об этом. Если для вас маска и автомат... Да, украинский флаг на сегодня во многом равно. Я и говорю, что я не знала об этом. Я не знала, что украинский флаг равно маска и автомат. У меня просто вопрос. Я не защищаю ни в коем случае. Я действительно извиняюсь. Тебе не интересно поехать в Донецк? Я понимаю, что сейчас, возможно, это проблемно для тебя поехать. Ну, сложно. Вот за те годы, которые ты живешь в Крыму, ты сколько, три или четыре года живешь в Крыму. Вот. Не интересно было поехать в Донецк? Не интересно было за все эти годы пообщаться с донецкими ребятами? С ребятами из Луганска? Ну, я думаю, что в сети и достаточно видео. А живьем? Зачем? Вот если можно общаться живьем, есть люди. Понимаешь, мы же живем не только в сети. Ну, действительно, вот пример в комментариях, когда писали о том, что... Ален, ну, ты попробовала завернуться в российский флаг и пройти по Украине? Сколько метров? Вот я и говорю, вот вы представляете, и это я тоже хотела сказать, что в Украине, в центре Киева, если бы я прошлась в российском флаге, завернувшись, то я боюсь, что я бы, наверное, вообще там, ну, я не знаю, что со мной... Сандро, а вот, кстати, ты в своем комментарии пишешь, блогеры, они такие блогеры, но ты ведь сам блогер? Ну... Или блогер блогеру рознь все-таки? Ты знаешь, я, наверное, по факту, по факту, действительно блогер, потому что я уже где-то лет 10, наверное, в этой движухе, вот, и, может быть, даже больше, еще когда-то, еще до появления того же самого Фейсбука, еще у нас здесь, в этом самом... Ну, вот тебе приходилось сталкиваться с такими, с такого рода, может, провокациями, или, может, сам устраивал, может, для того, чтобы увеличить количество подписчиков? Понимаешь, у меня, у меня даже никогда не было бы, у меня никогда не было такого ощущения, что кто-то из... Давай, давай уже, давай на чистоту. Кто-то из действительно крымчан, людей, вот так вот, проживших здесь, переживших здесь определенный период времени, определенные события, или ребят из Донецка, или ребят из Луганска, или ребят еще откуда-то, вот, у нас отсюда, с Юга России, способен на подобный поступок. Так, отвлеченная ситуация, ты была много раз на Кавказе, ты недавно была в Чечне, представляешь, ты бы прошла с флагом Украины по Грозному, вот, ну, просто, да, наверное, это возможно, пройти с флагом Украины по Грозному, вполне возможно. Ты была в Осетии, попробовал бы ты пройти в Южной Осетии под Схинвалу с флагом Грузии, я ничего против не имею Грузии, понимаешь? Ну, у меня свои отношения, у меня есть родня и в Грузии, и в Осетии, и везде там по Кавказу есть родня, у меня оттуда предки. Вот, но представь, ты бы с флагом Грузии прошла по Абхазии, ты же была в Абхазии. Ты знаешь, там особенное отношение, это, понимаешь, это не политическая программа, это не государственная линия, но это настолько, это тончайшая грань, понимаешь? Которую сложно переступить, я хотела... Понимаешь, ты разбудила такое лихо, ты открыла ящик Пандоры, реально, вот как это говорили, вот всеми фигуральными делами. Сандрог, ну я хочу сказать о том, что, в принципе, наверное, какие-то высшие цели, они были понятны. Ну, я вот хочу привести пример, может, уже кто забыл, но как-то в Донецке побывала журналистка из Украины Валерия Ивашкина, она провела похожий эксперимент, общалась с жителями Донбасса, причем на украинском языке, без проблем. Ни у кого из запрошенных не возникло желание там оскорбить ее или как-то негативно отнестись, но в итоге у нее начались проблемы с Киевом, вот уже с Киевом на тот момент, да. По сути, ее коллеги стали обвинять ее в том, что она пророссийская. Смотрите, я вам так скажу, у нас ситуация совершенно другая. У меня нет проблем с государственными структурами или с администрацией. То есть здесь чисто морально-этические какие-то границы, наверное, были пресечены, то есть здесь уже народ, как бы, можно сказать. Но даже коллеги-блогеры не отобьем. То есть если там, допустим, это на государственном уровне пресекается такое, то здесь, я вот что хотела сказать, если, допустим, в Киеве я бы обернулась в российский флаг, меня бы побили, то здесь, в принципе, нормально отнеслись, если брать государственность и брать, как бы, нас как толерантную страну. Ну, как считаешь, вот от этого случая кому больше пользы, украинской пропаганде или российской? Так вот я и хочу сказать, что когда я монтировала ролик, у меня был выбор, то есть показать все только хорошее, то есть не ставить скандалов там каких-то и не ставить каких-то плохих моментов, показать, что вот все хорошо, хорошо относится, да. Но тогда я подумала о том, о чем я буду отличаться от той же пропаганды. Ну, то есть, как есть, вот все, что было со мной, абсолютно все, я не вырезала ничего. Даже те 15 минут, которые я прошлась по центру, я их ускорила, чтобы было видно, что никто не оборачивался, не показывал на меня пальцем, не пытался с меня сдернуть там, что я ничего не вырезала, что за это время там не подошли меня под белые ручки, там никакая полиция, ну там, не увела с допроса. Господа, я вам предлагаю более шире, наверное, посмотреть на ситуацию, да, безусловно. Есть такое понятие, как хайп, он присущ многим, не только блогерам, но и журналистам, моим коллегам, да. И вот эту ситуацию, которую мы обсуждаем, я уверен, что и мы ее с вами сейчас обсуждаем, да, я уверен, украинские СМИ, мне подсказывал редактор, что там уже тоже появилась информация об этом случае. Но на самом деле хотим разобраться в тех аспектах, которые принимают сотни тысяч людей. Ведь на сегодня блогеры, они становятся очень популярными. Но у традиционных СМИ существуют редакторы, да, существует какая-то цензура, существует, да, и аудитория. У блогеров тоже есть своя аудитория, зачастую она не меньше, но, тем не менее, нет какой-то цензуры, да, нет редакторского, нет ограничения. Вот вы не боитесь, что вас, блогеров, господа, это к обоим, наверное, вопрос, люди могут в какой-то момент из-за подобных вот ситуаций просто возненавидеть? Я этого не боюсь. Очень многих блогеров ненавидят за то, что они говорят. И когда тема касается религии, политики, и, ну, вот просто, я сейчас вот это точно поняла, про религию я знала давно. А тема политики, как только ты задеваешь какую-то одну вещь, то вторые просто от тебя отворачиваются. А когда другую, то другие. Сейчас мне пишут, там, чемодан-вокзал Россия, чемодан-вокзал Киев. Что с той стороны, что с той стороны просто. Мне говорят, вали туда, вали туда. То есть не та сторона не приняла абсолютно совершенно этот эксперимент, не другая. Людям это не нужно. Людям нужно либо черное, либо белое. А если вот есть, что есть, то, ну, чемодан-вокзал, займи, пожалуйста, какую-нибудь позицию конкретную уже. И все на этом. Сандруй, если говорить вот о тебе, касательно твоего блога взаимоотношений, я знаю, что не единожды ты там и в Фейсбуке, да, и в Фейсбуке, и на своем сайте критиковал работу и местных властей, и уровень выше порядком. Вот у тебя сложностей не было с этим? Ну, ты знаешь, у меня, вот как-то мне, наверное, везет в жизни. У меня, слава богу, не было серьезных проблем в отношении информации или что-то связанное с тем, что я публикую. Конечно, скандалы были, как у любого человека, потому что всякое может быть. Но особых проблем не было. Ну, кроме фотографов с животным на набережной, да? Если мне память не изменяет. Ну, знаешь, у меня даже есть один очень хороший товарищ, и мы прекрасно с ним общаемся, который фотографирует с животными на набережных уже более 20 лет, и прошлой зимой он похоронил свою обезьянку Колю, которая 20 лет была с ней. Это было вообще такое. Ну, просто это в нашем городе все знают. К нему нормально относятся, его Миша зовут, он приличный парень. Тут, опять же, есть разные, разные вообще, ну, не знаю, Ален, я все думаю о тебе, я прекрасно понимаю, я за тебя очень сильно переживаю, и я беспокоюсь за твою безопасность. И я хочу об этом сказать, что я беспокоюсь за твою безопасность, потому что неадекватных людей достаточно много на улице. Если в сети мы можем закрыть комментарии или где-то чего-то ответить или не ответить, то на улице все, что угодно может произойти. Сандро, ну, я полагаю, наши телезрители, да, все люди, которые нас смотрят, они поняли, наверное, какие-то высшие цели Алены. Господа, я напомню, что, в принципе, у блогеров, как и у нас, журналистов, все-таки должен быть этот элемент самоцензуры. Надеюсь, наши социальные эксперименты, ваши социальные эксперименты не будут затрагивать чувства людей и выходить за рамки. Господа, благодарю вас за беседу. Спасибо за внимание. Встретимся завтра в это же время в прямом эфире. Обсудим то, что обсудим. Вот, вот так вот. Субтитры подогнал «Симон»!